Канобу.ру представляет Мы работаем над пятой частью сериала «Хитна». Сперва мы переписали всю технологическую часть, начали с чистого листа, потому что нам хотелось понять, как мы можем улучшить каждый элемент, любую мелочь, то есть усовершенствовать игру во всех ее аспектах. В первую очередь искусственный интеллект, нигровые персонажи, их реакции на поведение героя стали более логичными и продвинутыми. Что позволяет лучше прочувствовать этот мир, получить кардинально новый опыт. Значительно расширился и выбор действий и способов решения разных ситуаций. Мы также ввели новую функцию — инстинкт. Поскольку справиться с врагами теперь труднее, у игрока должно быть особое преимущество. Так вот, инстинкт позволяет вам взглянуть на мир глазами агента 47. Он чувствует, когда кто-то к нему приближается, может предугадать, куда направится противник, и слух у него превосходный. Он хорошо разбирает, о чем говорят враги, если это важно для развития сюжета. Эта же функция помогает с маскировкой, переодеванием и другими способностями 47-го. В работе над движком мы уделили немало внимания музыкальной части. Она стала более динамичной. Какое бы действие вы не выбрали, украдкой подползти к врагу, вступить с ним в прямую схватку, применить маскировку, музыка будет меняться в соответствии. Таким образом создается иллюзия полного погружения в атмосферу, будто вы главный герой фильма. Хотите стать персонажем шпионского кино? Звуковое сопровождение это отразит. А в боевике будет совсем другая музыка. В самом первом ролике, где в душе былась дама, а 47-й в это время прорывался в ее дом, в финале сцены есть намек, что агент и девушка знакомы. Это отрывок из кинематографической вставки, и происходит эта встреча довольно рано. К сожалению, я не могу сказать, кто эта дама и что связывает ее с героем, но это ключевой момент всей истории. В Hitman Absolution представлено классическое огнестрельное оружие, вроде пистолетов, автоматов и штурмовых винтовок, а также то, что мы называем импровизированным оружием. Это немного необычное применение бытовых предметов. Например, статуэтка или кальян в квартире хиппи. Вещи, которые для нормальных людей не являются чем-то опасным. Но агент 47 может использовать что угодно в качестве оружия. Что касается огнестрельного оружия, мы попытались разработать систему, в которой каждый ствол ведет себя уникально и обладает разными преимуществами. Так, чтобы у игрока был выбор в разных ситуациях и стилях прохождения. Например, у каких-то пушек есть глушитель, у других нет и так далее. Но и с каждым новым оружием игра открывает вам все более широкие возможности. Маскировка — та особенность, которой мы издавна придавали большое значение. Но лишь сейчас у нас появилась реальная возможность внедрить ее, скажем так, в полную силу. Мы это зовем персонификацией, когда вы отбираете одежду у кого-то и пытаетесь выдать себя за этого человека. Ну, натянуть на себя униформу полицейского и притвориться представителем правопорядка. И другие полицейские примут вас за своего коллегу. Это не просто переодевание. Чтобы не выделяться, вы должны вести себя так, чтобы не выдать себя. Проходя мимо патрульных, наклоните голову к плечу, будто говорите по рации. Также на уровнях расположены особые активные точки, которые помогают вам в режиме скрытности. К примеру, коробка с пончиками в режиме инстинкта подсветится. Это значит, что вы сможете взаимодействовать с таким предметом, если переоденетесь в полицейского. Заходите внутрь, притворяйтесь, что едите пончики. Такая полицейская фишка, понимаете? Вы можете хоть вечно стих трескать, никто не будет вас замечать. Вот едите пончики и одновременно оглядывайтесь по сторонам, размышляясь, куда идти дальше, что делать. Может достать пушку и перестрелять всех, попробовать всех одурачить или найти обходной путь. Но если вы переоденетесь в какого-нибудь хип-поря, у вас будут совсем другие поведения и доступные возможности. Это был хип-мап-солюцион, особенно для Канубу. Редактор субтитров А.Семкин